Итак, в этом моём выпуске номер 2, посвящённом эксперименту с неким магнитным управляющим устройством, похожим на магнитный усилитель, речь идёт о фильме «Чудеса свободной энергии. Часть 6. Встреча с А. Мишином». В этом фильме он рассказывает о том, как конструировать вилку Абраменко более эффективную, которая, по его утверждениям, более эффективно использует однопроводной электрический импульс и преобразует его в заряд на конденсаторе более эффективно, чем просто вилка из двух диодов, полумост двух диодов и конденсатор классический. Но об этом речь пойдёт позже. Этому будет посвящён другой опыт. Сейчас речь идёт именно об этом самом магнитном усилителе, или как он его называет в магнитном транзисторе, в переносном смысле. Вот я ставил эти опыты ранее, и сейчас я его разбираю, мой подопытный вариант. Естественно, я его делал из подручных средств, денег у меня в обрез, времени тоже, ресурсов у меня мало. Вот он так вот собирался у меня просто. Это катушка от синхронного двигателя, типа как микроволновой пищи используется, чтобы вращать стеклянное блюдце с едой. И внутри запихан дроссель, из которого припаяны два вывода. Всё это склеено клеем с большим зазором очень, и сделаны выводы. И вот такой вот болтик латунный стягивает два неодимовых магнита, которые, в общем-то, их магнитная воля, и управляется одной из этих катушек, и при этом попадает на другую. Самое интересное, что я повторяюсь, и, к сожалению, когда я ставил эти опыты и снимал их на камеру, у меня вот эта тоненькая катушка от синхронного двигателя просто сгорела. Я вынужден был просто прервать эксперименты, и всего я снять не мог, второй такой катушки у меня не было, поэтому придётся вам поверить мне, что устройство это работало вот так. Следующий вопрос. Я не делаю никаких заявлений насчёт того, что у меня там сверхъединичность какая-то, или бесплатная энергия. Нет. Я не знаю, никогда не встречал этих устройств вживую, только в интернете про них мифы слышал. И поэтому я не берусь делать какие-то утверждения насчёт КПД этого устройства, но потом поставлю. Вот я его рисую. Это обычный тор, вот такой вот взятый жёлтый сердечник из... Это блок питания от старого компьютера. Вот я считаю витки. И должен заметить, что всё это очень свободно друг к другу вставлено и заклеено клеем, просто чтобы не вываливалось, чтобы было проще вот его разбирать, так вам показываю. И... Ну вот я насчитал где-то 26 витков на внутренней этой тероидальной обмотке. Всё заводское. Я ничего не менял. Тут подпаял два вывода. Про внешнюю обмотку, про внешнюю катушку, вот эту белую я вообще молчу, я на ней витков не считал и не пытался даже прикинуть, сколько их там. Вот её белая обмотка, тут я рисую зелёный, вот в разрезе её витки. Вот я их так вот изображаю художественно. Вот она так вот выглядит. У неё два тоже вывода. Чёрный, белый, алторок, они алые. На видео обратите внимание. И вот где-то вот она так вот, десятка миллиметра намотана. Проволочка тоненькая, она у неё в конце концов пробила и сгорела. Потому что всё-таки напряжение тут не шуточное. И катушка за счёт этой собственной индуктивности самой на себя, или как хотите, может пробиться, даже если её подключать за один конец. Причём-то за один конец она как раз и подключалась у меня в опыте в основном. Вот так вот это всё выглядит. Ещё раз я изображаю, чтобы тот рисунок не портил. Вот я рисую магнит, то есть синенький, красненький, голубенький, сиреневый. Это его плюсы и минусы. Плюсы так изображаю. Ну, естественно, единственное целое, да, вот магнит неодемии. Вот картонки, они у меня, чтобы не пробивало через магнит высокое напряжение, ниоткуда, никуда. Вот болтик латунный. Вот такой вот я нам уливал. Он совершенно носит декоративный характер, потому что магнит и так очень сильно друг к другу притягивается к данному варианту. Ну, вот магнитный поток или магнитное поле. Я не жёсткий эфирщик, как это у нас модно говорить в некоторых людей, которые фильмы делают про подобное устройство. Я не беру на себя ответственность, говорить, есть эфир, нет, как он выглядит. Вот такой вот у меня источничек питания, да, 42 килогерц, 14 киловольт. И подключался он в основном в опыте к одному концу этой катушки от синхронного двигателя из микроволновки. Но иногда я его подключал и к тору, потому что надо посмотреть, как эта система в обратную сторону работала, чтобы исключить все варианты. Я же не хочу создавать мифы, я их, так сказать, разрушаю, как разрушители мифы с канала Discovery. Только я беру более такие сложные мифы. Вот магнитики мои. Вот такое устройство. Да, и диодик начинает мигать. Это всё вы увидите. Так что-таки часть опыта у меня получится. Вот я изображаю тоже устройство в виде чёрного ящика, потому что неужели я его перерисовываю. Что-то быстрее было. Вот такой диодик. Ну и здесь у меня вот как раз вот болт пригодился. Почему я болт поставил с самого начала. Здесь у меня плюсами магниты смотрят друг на друга. И при этом диодик мой не горит. То есть получается, что магнит тоже как-то влияет на это всё взаимодействие. Не то, что я поместил просто трансформатор между магнитами и у меня всё заработало. Вот на самом деле, вот я уже показываю сейчас опыт. И опыт такой же. Даю я напряжение, как ни странно, на тороид. Я вначале этот опыт ставил по ошибке. Вот мигает диодик. Причём, если я схвачиваю за крокодил на коричневом проводе, у меня очень сильно ударит ток. Он со мной случался. Это не смертельно, но неприятно. А если я возьму за диод, то там совершенно не бьётся током. То есть это работает как гальванический, или как сказать, можно сказать слово гальванический или нет. Не знаю. Разъединённый трансформатор. Вот я карандашиком на искру проверяю. Карандашик очень хорошо искрит. Я могу трогать это пальцами свободно. Немножко ярче становится моё мясо. Оно выполняет роль антенны. Вот такой вот током. За один конец там получается такой трансформатор, у которого первичка только одним концом подключена к выходу в блок питания. И вторичка замкнута на диод свет-безлучающий. Надо заметить, что этот трансформатор, как обычный флайбэк-трансформер, или строчник, или как вы хотите называете, он немножко специализированный. И у него только один вывод включён всегда в моих опыта. Я его описывал раньше. Это блок питания свой. Вот такой вот опыт. Надо заметить, что я ещё немножко учусь на камеру опыта ставить. Тут тоже требуется сноровка. И снимать немножко неудобно. И с освещением я ещё не разобрался. Вот у меня знаменитая искрилка на киловольт. Защитный, их используют типа как-то газ, дисчардж, что-то там по-английски сокращённо называется. Он используется для грубой защиты от скачков напряжения, всяких там телефонных линий. Искрилка такая газовая. Но она не очень долговечная. Мне, конечно, не получается на ней генераторы собирать. Она немножко светится. Там немножко искра внутри пробивает. Это искрилка. Вы это видите? Он где-то светится ярче. Вот я могу пальчиком его трогать. Могу его замкнуть. Пальцем немножко тусклее становится. Вот я включаю этот трансформатор, как в опыте замысленно было изначально, задумано было. По замыслу включаю. Искрилка она уже вся показала. Ну вот происходит неладное. У меня, к сожалению, во время этого опыта пробивается моя в какой-то момент катушка со свистом. Вот эта вот беленькая синхронная двигатель. И этот диодик горит все хуже и хуже. Звука тут, конечно, нет. Но он у меня до этого, да, вот так горел. А тут он горит все тусклее и тусклее. Я не смог вам показать опыт главный, где я брал вот эти два магнита, которые сейчас друг на друга смотрят. И как, так сказать, друг к другу прижимаются. Переворачивал один из них так, чтобы они работали на отталкивание. Отталкивали друг от друга. Вот я его сейчас разбираю. Но это уже все равно ничего не приводит, к сожалению. Опыт пришлось прекратить. Вот как бы что я первый раз проделал, когда это еще не на камеру все. Вот они у меня ходят. Растолкнулся между собой. Я их стягиваю. Специально латунный болт внедрил, чтобы он, как бы, в любом случае, там присутствовал, не влиял на результат эксперимента. Вот я их стянул. Но сейчас уже это я только так показываю, что было. Вот я показываю магнитик. Молярность, что они в разные стороны смотрят. И в моем опыте, который я ставил не для камеры, для себя, чтобы проверить этот фильмы, эти самые, проверить этот непонятный магнитный усилитель. Я так вот все подсоединял. Да, мне, конечно, результат был интересен тем, что диод не горел, когда магниты смотрели только на друга, не горел без магнитов, а горел только, когда магниты смотрели в одну сторону. Ну, сейчас вы не это видите. Вы видите то, что просто у меня со свистом пробило мою катушку, и теперь она где-то там шипит. Я в конце концов просто ломал, думал, что я устраню неполадку, но опыт пришлось отложить в неопределенный срок. Естественно, здесь у меня все было собрано из подручных помоечных элементов, и о никаком резонансе речь тут идти не может. В дальнейшем я надеюсь уже рассчитать математически по формулам свою катушечку, и ставить опыт на какой-то конкретной частоте, можно емкости какие-то выдречь, чтобы КПД было выше. Вот заметьте, в эту сторону она работает просто потому, что не пробивается вот эта катушка с черно-белой и выводом белая. Просто напряжение там очень маленькой и обе взберите. Ну так в этой катушке ничего волшебного не происходит, потому что если смотреть на этот самый тор вокруг магнитов, он в общем-то в одной плоскости с катушкой приемной и тор тероидальная катушечка, в которой по идее ее силовые поля имеют в другую направленность, она чисто является первичкой наводящей катушкой. Но смысл опыта конечно был проверить, если я в одной плоскости у меня магнитный катушка наводящая, а тор в другой, что тогда. Я трудно сказать, что я этим опытом проверял. Конечно, не совсем как у автора фильма, не совсем как у Александра Михайловича Мишина у меня здесь все. То есть у него там тор, две секции намотаны и по периметру тору намотана катушка. Вот это одна катушка как бы создает магнитное поле, другая его раскручивает, а третья принимает. Ну вот я это самое раскручивание, которое в учебнике физики не описано никак практически и проверяю, вообще есть такое в природе раскручивание или нет раскручивания. Придумали это раскручивание, вот у него все сдохло наконец-то и я иду обрабатывать уже готовый фильм, потому что у меня моя подопытная конструкция сдохла и вы уже покупатели идти на помойку ради повторения опыта, в котором я уже убедился. Вас, к сожалению, убедить не смог. Ну и лекции я не читаю абстрактных, как Мишин, я показываю опыт. Вот конкретный результат. меня очень сильно удивило, то, что когда я все магниты снял со своего устройства и подключил к Тору диода и к этой катушке белый источник, у меня ничего не работало. Здесь это я так уже инсценирую, потому что у меня и так все уже не работает. Я даже диод пытался менять, все это разбирать. посмотрел в чем дело, но понял, что там внутри катушечки где-то чего-то. Вот я расковырять решил. Все, катушечка привет. По крайней мере для опыта для высоких напряжений она уже в них использоваться не сможет. Она все-таки рассчитана на 120 вольт американской розетки и придумана совсем не для этого. Конечно, хорошо бы повторить, я повторяю этот опыт, так что все работало в резонанс, какие-то расчеты, у меня есть несколько теоретических домыслов, как можно эту систему собрать более эффективно. Хорошо бы знать точно частоту источника питания однопроводного. да, извините, я еще не совсем научился, что все у меня опыты под камеры проходили по странствам, которые она обозревает. Поэтому немножко у меня иногда съезжает, я забываю все эти опыты. Ну, тут сейчас уже значит на этом я, наверное, свой опыт совершу. И объяснение тоже. До встречи с вами была лаборатория Ясность, которая для того и предназначена, для того она и создана мною любимым, чтобы всякие подобные опыты проверять.